Путин поручил с 1 апреля скорректировать условия льготной ипотеки на новостройки, повысив ставку до 12% и увеличив предельный размер кредита. Президент поручил разработать программу субсидирования процентной ставки по кредитам застройщикам в рамках проектного финансирования до 31 марта 2022 года. Дорогие друзья, вот сейчас у нас эпоха перемен. Мировая турбулентность, серьезнейший кризис внутри страны. И в нашей культуре принято, знаете, Бог терпел и нам велел. Давайте, терпи, казак, атаманом будешь, и вот это вот все. На личном плане, когда мы что-то делаем, работаем, куда-то идем, да, иногда надо потерпеть, и подобный подход, он хорошо работает, он напоминает, что мы вообще-то народ победитель, народ героев. Сейчас мы давайте сосредоточимся, доделаем даже через какое-то, не могу, дело сделано, вот красавчик, можно расслабиться, можно отдохнуть. Но в масштабах страны я жду чего-то другого. Я не хочу, чтобы мне чиновники рассказывали, что надо потерпеть. Что за безумие ставка по ипотеке 12%? Это откровенное безумие, друзья мои. Да, есть льготные варианты, там семейная ипотека такая-сякая, это все равно очень много. Вся Европа имеет ипотеку по ставке 1,5%, 2%, 2,5% это уже считается очень много, под 2,5% большинство европейцев откажется брать ипотеку. У нас 12%, а самая льготная ставка это 3%. А где люди деньги-то эти возьмут? Вот мне кажется, что подход государства в эпоху перемен должен быть рывок в будущее. Надо использовать эту возможность. Вот мы сейчас, судя по всему, дай бог, все-таки выйдем из всемирной торговой организации. Сейчас, дай бог, у нас есть возможность заняться масштабной стройкой. Людям нужна работа, государство, пожалуйста, дай людям работу. Начнем масштабные стройки, школ. Я напомню, у нас более 5000 школ в стране. 5000 школ в стране без теплых туалетов. Люди на улицу бегают писать, у них там дырка такая круглая в полу. У детей нет возможности попить водичку на переменах. Вот в Москве, слава богу, уже почти 10 лет назад ввели соблюдение питьевого режима. Почему по всей стране этого нет? Туалетов нет! Для наших детей какая демография? При путинской власти какая? Вот, пожалуйста, у них есть возможность. Объявите масштабную программу перестройки школ. Объявите масштабную программу привлечения молодых учителей. Люди, которые сейчас теряют работу, если у них есть какая-то специальность, многие же заканчивают юридическое образование. Идут работать в Макдональдс, потому что молодые юристы никому нахрен не нужны. Дайте этим людям возможность попробовать себя в качестве учителя общества знания. Организуйте им дополнительную подготовку, курсы повышения квалификаций, переподготовку, обеспечивая их сопровождением старые кадры. Люди уже пенсионного возраста, которые еле-еле уроки ведут. А вот стать наставниками для молодых учителей, помочь им правильно вести уроки, составить рабочие программы и так далее, да без проблем. А что касается экологических моментов, я уже много раз говорил, ребята, пересадите все наши автомобили, автобусы, грузовики с бензина, с дистоплива, на газ. В чем проблема-то? Это же гораздо более экологичный вид топлива. У нас воздух будет, блин, самый чистый на планете. К нам будут люди с легочными заболеваниями переезжать со всего мира, просто потому что здесь дышатся свободно. Во всей стране. В чем проблема-то? Да нам завидовать будут. Вот нам нужно сформулировать такой общественный запрос. В какой стране мы хотим жить? Не просто стерпится, слюбится. Вроде как нормально, не нормально нам нужно. Нам нужно прекрасно, чтобы ввести такие технические регламенты на продукты питания. Мы же сейчас будем все импортозамещать. Правда ведь? Нам ведь обещают импортозамещение. У нас будет все свое. Так давайте мы начнем производить не просто какую-то жиротву, чтобы брюхо набить. Нам нужно производить такие продукты питания, чтобы во всем мире думали, блин, как-то у русских получается. Самые экологически чистые продукты. Без гормонов, без пестицидов, без гербицидов. Удобрения только строго научно выверенные необходимые объемы. Без ГМО. Только проверенные, селективно выведенные, аккуратно, как бы, опять же, медицинские исследования. До сих пор нет медицинских нормальных валидных исследований о том, ГМО безвредно или вредно. Есть биологические исследования. Той же Ермаковой, который в пух и в прах там критикует. Простите, медицинские исследования. На людях проверяли это вообще, как оно вообще на здоровье сказывается, человека современного. Ну, это было, так сказать, предисловие. Давайте вернемся к повесточке. Вот, военная хроника. Эксклюзивно для военной хроники «Раш Тудэй». Военная аналитика по состоянию на 27 марта. Я мог взять любую другую дату. Они примерно каждый день пишут примерно одно и то же. Ошеломляющий успех наших вооруженных сил. По крайней мере, за месяц фактически полностью ликвидирован военно-морской флот Украины. Воздушная сила Украины. Система противовоздушной обороны Украины. Страна лишилась своих портов на Азовском море. Практически отрезана от Чёрного моря. Украина потеряла ряд своих областей, которые перешли под контроль России. Украина была вынуждена передать под контроль России Запорожскую атомную электростанцию, Чернобыльскую атомную электростанцию. Украина практически потеряла Мариуполь. А это не только крупнейший порт на Азовском море, но и крупный промышленный город. Подождите. Я вот это читаю и понять не могу. Это, я считаю, сводки войны, когда одно государство теряет территории, а другое их к себе присоединяет. Или это военная спецоперация просто по демилитаризации, то есть, грубо говоря, по разоружению, деноцификации, зачистке националистических элементов всяких там батальонов АЗОВ, Айдар и прочих. Друзья мои, я не понимаю, что я сейчас читаю. Нас пытаются, вот всю патриотическую мыслящую общественность, я не говорю ура патриотическую, вот значительная часть общественности сейчас следит не за тем, а как мы жить-то будем дальше, как мы мир будем выстраивать с Украины. Нам говорят, о, ошеломляющий успех, ошеломляющий успех, друзья мои. Украина потеряла ряд своих областей, они под контроль России теперь перешли. Ребята, а дальше чего? Так описываются достижения военной кампании по захвату новых территорий. Я не прав в чем-то? Луганская область практически освобождена. Донецкая на 60%. Окружены Харьков, Киев, другие города. Уничтожено большинство аэродромов. Потеряны основные базы снабжения, в том числе горюче-смазочных материалов, склады с ракетами и боеприпасами. Применение нами самых передовых вооружений, таких как гиперзвуковая ракета, кинжал, крылатая ракета, калибр, комплекс «Искандер» показало всему миру, что у нас самое современное оружие. Это вынужден был признать даже президент США, правда, сквозь зубы, в своей манере лишенной логики. Он сказал, что кинжал – самая обыкновенная ракета, правда, ее перехватить никто не может. Конечно, остаются проблемы. В первую очередь из-за того, что ВСУ размещают свои огневые средства в жилых кварталах, и не всегда удается их уничтожить, чтобы не задеть жилые дома, чтобы не пострадало мирное население. Поэтому армия России вынуждена проводить операцию хирургическим, ювелирным путем. В последние дни активно наносятся удары по военной инфраструктуре Украины, расположенной в западных областях страны – Львову, Ивано-Франковску. Мы таким образом лишаем противника тылового обеспечения. Первая задача была освободить области страны, которые примыкают к Черному и Азовскому морям. Так все-таки освободить или захватить? Ладно. Друзья мои, я убежден, я надеюсь. Вот сейчас я, на самом деле, очень много об этом думаю по понятным причинам. Друзья мои, я надеюсь, что когда солдатики наши вернутся в Россию, они начнут рассказывать, писать в своих блогах, давать интервью. Можно же ведь исказить голос, исказить внешность. Другое дело, что, возможно, средства массовой информации, которые согласятся правду рассказать о том, что там на Украине происходит, сейчас у нас ликвидируется одно за одним, но, тем не менее, есть надежда, что мы узнаем правду о том, какие были проблемы с питанием, с лекарствами и медицинской помощью, с вооружением, с техническими средствами, с той же связью, о которой я уже пару раз рассказывал. Потому что в стране назрели серьезнейшие перемены. И у меня почему-то есть предчувствие, что вот эта вот спецоперация, и особенно военнослужащие наши, которые сейчас пожинают плоды коррупционных преступлений, которые даже не были никем расследованы, они могут стать, наоборот, фактором грядущих перемен в России. Кристалл Роста пишет. Несмотря на огромные потери в кровопролитной войне 1941-1945 годов, к 1955 году население страны увеличивается по сравнению с 1929 годом на 46 миллионов человек. Еще раз. Привет националистам, что называется, которые говорят, что Советский Союз был там тюрьмой народов и так далее. Друзья мои, с 1929 по 1955 годы, несмотря на войну, население выросло на 46 миллионов человек. Если бы не 4 года войны, численность населения страны увеличилась бы к 1955 году почти на 100 миллионов человек. 100 миллионов человек обеспечило советское правительство. Были перегибы, были проблемы, были черные страницы нашей истории, была война в конце концов. Но рост населения за счет медицины, за счет образования, за счет индустриализации, за счет решения проблем голода, коллективизация в селе, зачем была сделана, чтобы перевести сельское хозяйство на индустриальную основу, чтобы не мотыжить свой участок, а трактором вспахивать сотни и тысячи гектар. И это дало свои плоды. Голод в стране, как таковой, прекратился, исчез. К 1955 году плюс 46 миллионов человек. Вот какой рывок требуется сейчас от нашей власти. У них, блин, исторический момент. За период с 1928 года создается 537 новых городов, включая Комсомольск-на-Амуре, Магнитогорск, Новомосковск, Новокузнецк, Электросталь, Ангарск, Жигулевск, Новую Каховку, Сумгаид, Кохтло-Ярве, Братск, Игарку, Караганду, Магадан, Биробиджан, Норильск. Скажите, пожалуйста, сколько городов построила путинская власть, Ельцина-путинская власть за 30 лет? Сколько новых городов было создано? Может быть, хоть один назовете крупный город? За этот же период создается 1884 новых поселков городского типа. В условиях, когда из стратегических соображений ключевые силы и ресурсы сосредотачиваются на решении задач индустриализации, даже при значительном росте численности населения удается восстановить подушевое потребление продуктов питания в целом относительно уровня 1928 года. С 1929 по 1955 год по ряду важных позиций обеспечен значительный рост сахара почти в 3 раза, рыбы и рыбных продуктов в 2,5 раза, растительного масла почти в 2 раза, яиц почти в 1,5 раза. При этом стоит иметь в виду еще и собственное потребление продуктов питания, полученных в рамках личных приусадебных хозяйств, которое по понятным причинам практически не учтено статистикой. Объем реализации непродовольственных товаров за указанный период также увеличивается. Мыло в 2,7 раза, кожаные обуви в 2,3 раза, тканей в 1,7 раза, хлопчатого-мажных в 1,6 раза, шерстяных в 1,9 раза, шелковых в 33,5 раза. В итоге розничный товарооборот возрастает в 5 раз. Рост качества жизни населения обуславливается увеличением доходов и снижением цен. Наращивание отечественного производства позволяет увеличить долю непродовольственных товаров практически до половины всего товарооборота. За период 29-55 годов реальная заработная плата возрастает в 4 раза, вклады в сберкассах в 5 раз. Помимо роста покупательной способности, своей зарплаты, люди ощущают позитивные изменения в результате расширения материальных затрат государства на обучение, лечение, жилищное обеспечение, досуг и другие виды обслуживания населения. Вот я это читаю, у меня мурашки по спине бегут. Какая была сделана потрясающая работа, была построена новая страна. До революции, первые десятилетия, 20 лет советской власти, это продолжалось, голод, эпидемии. Вы понимаете, что такое голод? Задокументированы определенные ситуации, когда матери просили разрешения убить одного из детей, чтобы накормить остальных. Например, есть пятеро детей, от голода умирают все. Разрешите убить одного из них, чтобы остальные выжили. Это факт исторический. Вот что такое голод. Это никогда просто там не хватает еды. Такие были проблемы. Эпидемии выкашивали. Пять, десять, пятнадцать процентов населенных пунктов. Это катастрофические события. Пожары распространялись. Грязная вода. Отсутствие работы массовое. Все это было ликвидировано. Со всем этим был наведен порядок. Принципиально это другой уровень развития общества. Сейчас нам тоже нужно выйти на другой уровень. Нам не нужно обсуждать, ой, как бы нам сделать, чтобы вот цены росли не так быстро. Не на 20 процентов в год, а хотя бы на 10 процентов в год. Не надо действовать по принципу стерпится-слюбится. Мы должны требовать от государства, от тех людей, которые у власти. Нам нужно это озвучивать. Что нам нужен настоящий рывок вперед. Не то, что вот у Путина получается. Он же тоже говорит, нам нужен рывок вперед. А какой рывок-то? Вот я говорю конкретные показатели. И я вас прошу, я зачем вам это читаю? Я хочу ваше мнение. Что должно измениться в нашей стране, чтобы люди кайфовали, живя здесь? Вот я говорю, чистый воздух. Давайте хотя бы для начала автомобили начнем газифицировать. Это же конкретная государственная программа. Конкретная совершенно. Мы вообще тогда не будем думать о том, кто наш газ покупает, не покупает. а из нефти можно прекрасно делать тот же асфальт, проложить дорог в два раза больше, чем есть сейчас. Это же асфальт, это фракция перегонки нефти. Самое тяжелое. Развивать химическую промышленность. Воздух, продукты питания. У нас отратительные продукты питания. Если у нас сейчас кризис, начинаем импортозамещение, ну давайте вообще пересмотрим наши подходы к производству продуктов питания. составим программу и постепенно, например, за 10 лет добьемся того, что у нас будет самое качественное питание на планете. Чтобы за нашими, не знаю, консервами, сухарями, которые сделаны так, что они не вредят организму, а только его укрепляют, чтобы стояли очереди по всему миру. Чтобы очередь в наши университеты была, лучшие мозги к нам приезжали. Почему? Потому что самая лучшая система образовательная должна быть у нас здесь. Ведь это же все реально сделать. Эти вопросы даже не поднимаются. Давайте ЕГЭ отменим. Это не та, это не прорыв, это латание дыр. Сейчас, во время исторического перелома, нам нужно говорить о перспективе, о той мечте, которую можно подарить людям. Люди мечтали избавиться от голода, избавиться от эпидемии. Советская власть смогла это дать им. Она дала им лучшее будущее, лучшее настоящее. Что сейчас мы хотели бы получить, мы хотя бы желания свои должны сформулировать. И потом они перейдут в требования, и с требований в цели, и с требований в программы. И, пожалуйста, реализуйте. Все это становится доступным практически для каждого гражданина страны. Мест в постоянных детских яслях становится больше в 15 раз. Детей в детских садах в 13 раз. Количество средних школ увеличивается в 14 раз, учителей в 5 раз, учащихся в 17 раз. Число студентов высших и среднеспециальных учебных заведений и, как следствие, специалистов с высшим и средним образованием возрастает в 10 раз. Массовые библиотек становятся больше в 6 раз, книг в них в 9 раз. Количество больниц увеличивается в 4 раза, коек и врачи в 5 раз. Жилищный фонд возрастает почти в 3 раза. В результате все вышеперечисленное находит отражение в самом главном, интегральном показателе, характеризующем человеческое измерение эффективности работы социально-экономической системы. Продолжительность жизни людей возрастает на 26 лет. Продолжительность жизни людей возрастает на 26 лет. А у нас сейчас сколько мужики живут? В среднем сколько там? 61 год, если я правильно помню. Прошу вас, друзья, пожалуйста, напишите в комментариях, какой должна быть Россия, чтобы мы гордились не только теми ракетами, которые куда-то там летят. Ведь есть у нас люди, которые могут их разработать. Лучшее гиперзвуковое оружие в мире, да, на советских разработках, но в каких-то сферах. Россия и русский народ еще показывает, что мы можем, мы можем, если мы объединимся, если у нас есть цель, мы можем сделать все, что угодно. А что мы хотим? Напишите в комментариях ваши мысли по этому поводу. Вместе мы селы, вместе мы обязательно победим. Обнимаю, жму руки, берегите себя, держитесь, сохраняйте оптимистичный настрой. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok